Здравствуйте, это библейский портал Экзегет, с вами священник Стахик Латвина, и сегодня мы разберем с вами один единственный стих, стих скорбный, но скорбный по множеству наших грехов, но радостный, потому что проявление божественной любви в нем чувствуется. И важны для нашего понимания, богослужения и общения с Богом, которое мы, люди Нового Завета, получили. Итак, Евангелие от Матфея, 27 глава, 51 стих. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Вспоминаем контекст, и мы видим, что это описание крестной смерти Господа и Бога и Спасителя нашего. Это такая вещь, которая, ну, не может не потрясти человека, и вот особенно, когда на Страстную Пятницу, на богослужении Страстной Пятницы, которая в нашей практике богослужебной, в четверг вечером Страстной Евангелии читается, читаешь, и аж мурашки по коже просто бегут, и действительно, ты как-то состраждешь Христу, если совсем сердце не ожесточило. Но вот почему важно разбирать каждый стих отдельно? Потому что можно не увидеть, не увидеть очень важных деталей. И мы настолько вот поражены тем, что Христос пострадал за нас на кресте, что для нас это просто некоторый антураж. Ну, там завеса раздралась, там землетрясения, камни расселись, ну да, там природа страшна. Нет, это очень важно. Это важно, апостол Павел, помните, как говорится, все тварь стена этой мучается до ныне из-за грехов рода человеческого. И вот сейчас природа мучается не из-за того, что Христос умер, а из-за того, что Христос умер за наши грехи, за то, что из-за наших грехов Господь абсолютно невинно пострадал. Что вот насколько все вот мироздание сотрясается, причем не только природа одушевленная, не только там вот, что животные друг друга постоянно кушают или постоянно убегают, или постоянно голодные ходят, есики, хищники травоядные, да, в таком постоянном мучении животная жизнь проходит. А в том числе и природа неодушевленная, просто вот эти камни, вот земля, все мироздание трясется по нашим грехам, как наши грехи обезобразили мир. И все тяготы этого мира нам уже сразу становится понятно, что когда нам становится тяжело что-то, добыть какое-то себе пропитание, пищу, когда нам приходится трудиться, бороться с жарой, бороться с холодом, бороться, что нас комары кусают, бороться, что вот какой-то там неурожай, дождя не было. Сейчас, в принципе, может не так, это никто не голодает, но тем не менее, раз там дождя нету, а цены на гречку поползли вверх. Тоже вот это все на нашу жизнь влияет, и нам кажется, как это тяжело, за что это нам? Вот я вроде ничем не согрешил таким, чтобы там земля сотрясалась. Нет, любой наш грех, он мироздание мучает. И это абсолютная связь, потому что вспоминаем, Господь когда сотворил человека, когда был весь мир совершенно готов, Господь творит космос, Господь разделяет свет и тьму, Господь творит нашу планету, помещает ее в гигантском мире, в гигантской галактике, в гигантской солнечной системе. Вот этот маленький шарик, его засушивает растениями, животными, чтобы человек смог править этим миром, чтобы Адам и Ева и их наследники, они царствовали здесь, в этом совершенном, прекрасном, идеальном мире, где есть абсолютно все. И человек это теряет, человек это обезображивает, и человек, увы, расхлебывает, расхлебывает по своим грехам то, что мир к нему не дружелюбит. Именно поэтому, опять же, верующий человек, он не будет никогда мусорить водоемы, он не будет оставлять какие-то экскременты своих домашних животных посреди детской площадки, потому что наша задача заботиться об этом мире, потому что иногда бывает, бывает, ну просто некоторый шок повергает, идешь, зовут освещать квартиру, приходишь, и у людей хороший ремонт, а через подъезд проходишь, и его как будто бомбили, потому что и как-то, ну это вроде не мое, значит ничего, нет, человек должен заботиться о мироздании, чтобы мир был вокруг нас красив, чтобы мир вокруг нас был благоустроен, потому что этим мы свидетельствуем, мы, Господи, не согласны, мы не согласны, что наши грехи обезображают мир, но мы должны о нем заботиться. То есть здесь тоже мы видим, вот из, вроде как это связано со страданиями Христа, так нет, этот стих, он все-таки не совсем о страдании Христа, он о последствиях, и вот мы берем с одной стороны, боремся с последствиями, но как в лечении, если вот сбой во внутреннем органе какого-нибудь там пищеварения, а у тебя сыпь из этого на кожу. Ты, конечно, берешь ее тоже, машешь кремом какой-нибудь специальный, там носишь одежду, чтобы она там не натирала и так далее, но при этом все-таки ты с глубинными причинами борешься. Так и прежде всего человек понимает, вот все, что земля недружелюбно ко мне относится, природа, это мне по моим грехам. Наоборот, я вижу прекрасный закат, им любуюсь, я радуюсь теплому солнышку, весеннему ветерку или какой-то легкой морозной прокладе, зимним утром, когда еще вроде совсем темно, а ты идешь по снегу, тебя скрипит под ногами. Все, что тебе радость природа приносит, это тоже милость и благодеяние Божие. И тоже помнить, что Господь на самом деле через свои крестные страдания вот эту норму мира хоть чуть-чуть улучшил, но мы по-прежнему своими грехами продолжаем мир убивать. Тем не менее, помимо вот такого глобального, космического толкования этого стиха, стоит перейти и к толкованию того, что именно Царство Божие. Господь – царь мира, и Господь добровольно терпит страдания. Потому что всегда есть некоторые соблазны, еще в Древней Церкви его победили, но всегда тоже бывает, иногда этот соблазн облечен совсем в другие философские схемы, что да, Иисус Христос, вот из него сделали такую религию, это был просто такой добрый проповедник, а вот сейчас там Церковь все извратила, там вот такие золотые купола, попы на джипах и другие всякие штампы идут. Христос не был просто там себе проповедник. Вот вспоминаемый роман Достоевского «Идиот», как раз Достоевский писал, что бы было, если бы был человек, который любил бы всех, старался бы всем сделать лучше, что бы получилось в реальности, если бы он был простой человек. Князь Мышкин как раз такой персонаж, который любит, заботится, помогает абсолютно всем, и в итоге жизнь вокруг всех людей себя рушит. До его появления в их жизни они жили лучше, он только ухудшает. А Господь делает наоборот. Жизнь каждого человека, к которому он прикоснулся, прекрасна. И поэтому мир страждет, потому что Господь, который мог легионы ангелов от Отца получить, чтобы избавиться от этих крестных старданий, которых он не хотел, которых он молился в Гесиманском саду, «Господи, да пронесет мне чашу», он этого не делает. И природа потрясается. И мы видим вот эти силы природные. Помните, как фарисеи говорили? То, что ты исцеляешь, изгоняешь бесов, даже мёртвых воскрешаешь, с кем не бывает. А вот ты возьми, покажи нам знамение с небес. Вот что-то такое сверхъестественное Господь не заставляет. Господь не заставляет, но тем не менее апостолам он показал, что он ходит по волнам, что он может запретить бурю ветров уже тем людям, которые не из-за этого в него верят, а его полюбили. Ну вот ладно, вот тебе уже такая ситуация. Вот хотели, вот ходят иудеи, фарисеи, ругаются на Христа, издеваются над Ним распятым на кресте и вспоминают. Ну вот где там знамение-то с небес? Вот оно, знамение с небес. Да, то есть, конечно, ещё в соседних стихах говорится о солнечном затмении, которое тоже вот Господь судил, чтобы так всё совпало во время Его крестной смерти. Но уже и даже вот это потрясение природы как раз показывает Господь Царь неба и земли. Господь не просто человек, Господь именно Бог совершен. Теперь ещё совершенно другая тема, но которая тоже на этом стихе завязана. То, что завеса в храме разодралась. Надо понять, что храм Иерусалимский, вспомним его структуру, это гигантский двор, куда заходят все люди и где приносятся кровавые жертвы. И уже, собственно, крытая часть, где есть крыша, куда заходит, это уже вот алтарь, и за алтарём святая святых, куда даже священники не заходят, а куда заходит только перед священник раз в году, где стоял ковчег Завета, то есть вот величайшая святыня Ветхого Завета. Что всё закрыто вот этой завесой. Не было алтарной переграды, но была гигантская завеса, такая занавесь, которая отделяла, показывала, что пока Ветхий Завет, то Бог от человечества отделён. Здесь же Господь вот это сокрушение земли символизирует то, что разломы, которые не только в земле, что камни растелись, что между Богом и человеком преодолена граница, что человек отделил от себя Бога грехом, но Бог стал человеком и через свою смерть невинную вот эту преграду разрушил. Этой завесы больше нет. Вот эта символическая завеса Ветхозаветная, которая отделяла от величайшей святыни Ветхозаветного человека, которая мог только жертвы кровавые приносить, она уже позади. И христианин приходит в храм, и ему наоборот врата отверзаются. Да, царские врата, их символика не то, что они закрыты, что в них не пускают, а как раз их символика в том, что они открываются, что из них открывается завеса, открываются царские врата, и выходит священник с чашей тела и крови Христовой, чтобы христианина приобщить тело и крови Христовой, чтобы показать, что вот это единство достижимо. Именно поэтому порой там нелепо звучат, когда на Руси, в холодном, на таком серном регионе, где строили большие соборы, которые никак не протопить, и как даже указание 17 века, что делать, если замерзла чаша. Мороз такой в храме стоит, что замерзла чаша. Это не современные условия. Да, и, конечно, когда строили высокие иконостасы, чтобы хотя бы с помощью печки в алтаре, в изолированном помещении, поддержать какую-то температуру, ну и заодно, конечно, украшали великолепными русскими иконами. И что вот нет, что иконостас, царские врата, это всё вот именно для того, чтобы не видел человек таинства. Это противоречит прямо этому стиху. В Ветхом Завете именно так. Логика Ветхозаветная закончилась. Как раз и смысл иконостаса не отделить человека от таинства, от Евхаристии, не отделить священника от миря, а показать, что это разделение снято. Что царственное священноство миря, на котором говорит апостол Пётр, что священник – это не жрец, который что-то там делает сам по себе, а это представитель народа Божия, которого Господь Духом Святым избрал, поставил для того, чтобы служить службу не себе, даже священник не может в одиночку литургии служить, по каноническим правилам должен хоть кто-то ещё в храме находиться. Что священник служит для людей, что он не должен там где-то спрятаться за иконостасом и там посапывать, пока хор что-то поёт, а что он для того стоит, чтобы Бога и человека соединять в этом служении таинства, прежде всего таинства Божественной Евхаристии. Поэтому тоже крайне важно, крайне важно, что мы можем видеть, как таинства совершаются. Именно поэтому вспоминаем, как святейший патриарх Кирилл благословил, что на величайшие праздники, на Рождество, на Пасху, литургии во всех храмах, независимо от того, служит молодой батюшка или пожилой батюшка, которому за выслугу лет уже дали право служить полностью с открытыми вратами, везде врата открыты, чтобы показать вот эти величайшие праздники, что уже нет этой границы между Богом и человеком, что это проявляется в нашей жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, опять же, для нас это практически смысл, когда лукавых клевещат и говорят, вот Бог так далек, исполнение заповедей так сложно, а мир грехой, он рядом, и поэтому грехи – это в принципе норма, а добродетель, исследование за Христом – это такая сложность. Мы говорим, а ты иди от нас, сатана. Завеса церковная раздралась, и ничего ее не остановило. Да, житийские какие-то преграды, камени расселись, рассыпались в прах вот эти камни, которые загораживали нам путь к спасению. Мы теперь можем следовать за Христом, приобщаясь к святых христовых тайн, быть с ним, быть с царем неба и земли.